Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале Ванила Мария. Напомню, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мое видео будет посвящено двум бюджетным продуктам. Я давно уже обещала вам снять видео сравнение двух скульптурирующих продуктов от L'Oreal и от Maybelline. Они относительно недавно вышли на российском рынке, поэтому сегодня я для вас сравню, покажу, как это будет выглядеть на лице и расскажу свое мнение, какой из этих продуктов больше достоин вашего внимания. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, хотелось бы, в общем-то, рассказать, что это за продукты. Первой на российском рынке появилась вот такая палетка от L'Oreal. Это Infoable Sculptor, скульптурирующая крем-пудра, идеальные черты лица. У меня на первом оттенке светлые. Сама палетка выглядит достаточно достойно, то есть в пластиковом, достаточно добротном корпусе. Еще не шатается, не болтается. Для масс-маркета вполне даже стильно, приятно. Когда мы открываем, у нас здесь небольшое зеркало. Далее сам продукт разделен на два треугольника, достаточно больших. Здесь общий вес 10 грамм, то есть самого продукта вам хватит очень надолго. Далее здесь еще у нас есть небольшой отсек. Сюда вы можете при желании найти кисть какую-либо плоскую, которая, в общем-то, возможно, будет вашим помощником в нанесении данного продукта. Но вообще здесь находится руководство по эксплуатации, то есть рекомендации, как это все использовать. С подробными рисунками, по типу лица. В общем-то, все тут рассказано и показано. Единственное, что все здесь не на... А, нет, есть на русском. На русском есть, на итальянском, я так понимаю. Да, на итальянском. Сам продукт произведен в Италии. То есть тот, который я приобрела у нас в России, он произведен в Италии. То есть что касается именно их рекомендаций, то этот продукт дает эффект именно скульптурирования. Покрытие среднее, текстура крем-пудра. То есть сам продукт кремовый при нанесении на кожу он становится более пудровым. Что касается его, скажем так, противника сегодня, это продукт от Maybelline. V-Contour, он у меня также в светлом оттенке. 01 Light. Это именно стик. Кремовый продукт в стике. С одной стороны он темный, с другой стороны он светлый. Разделен на два. В общем-то, задумка очень удобная. Он очень компактный. Вот так вот выкручивается. Все механизмы работают, все удобно. В общем и целом, наверное, даже для косметички более компактен, более удобен вот этот вариант. Он более легкий. Здесь продукта, сейчас скажу сколько, 7 грамм. То есть поменьше. Произведен он в Канаде. Теперь нанесем оба продукта на лицо. Я решила, что вот так будет нагляднее всего показать вам, как эти продукты работают, чем они отличаются, какие есть плюсы и минусы у нанесения и у непосредственно скульптурирования тем или иным продуктом. С одной стороны лица у меня будет скульптора от L'Oreal. С другой стороны у меня будет скульптор от Maybelline. Для чистоты эксперимента оба продукта мы будем наносить пальчиками, чтобы способ нанесения продукта никак не повлиял на именно разницу между продуктом, чтобы сравнить наиболее наглядно. Наносим сначала скульптор от L'Oreal. Я наношу темный продукт, темный цвет на места, где у меня должна быть тень, естественно. В общем-то продукт очень приятный. Мне он очень нравится, с ним удобно работать, оно крайне легко расходится. Сейчас будем растушевывать. Он действительно становится более пудровым на лице. При этом его достаточно легко растушевать именно как надо. Но оттенок, как мне кажется, конечно, вот я сейчас растушую, потом покажу, как выглядит Maybelline. Для меня лично, мне кажется, он проигрывает Maybelline именно по оттенку. Он немного более рыжий. Хотя, если вы наносите исключительно его на лицо, он, в общем-то, смотрится очень хорошо. Но в сравнении с Maybelline, мне кажется, будет как раз-таки заметно. Я, конечно, не наносила так еще на лицо именно себя. Но мне кажется, будет заметно именно, что он чуть-чуть более теплый. Мы сконтурировали лицо с одной стороны, даже вот нос чуть-чуть. Нанесем светлый оттенок сейчас из палетки. Мне нравится в обоих скульпторах. Сразу скажу, что оттенки очень приятные его хайлайтеров. Они именно без каких-либо блесток. Сразу хотелось бы отметить, я сейчас схему культурирования, которую я показываю, она именно для моего относительно треугольного лица. Вы, естественно, выполняете рекомендации, которые более подходят вашему лицу. Мной стороной закончили. Сейчас посмотрим, что будет при нанесении стика. В стике, сразу скажу, есть один огромный плюс. Вы изначально его точечно наносите туда, куда вам надо. То есть вы используете пальчики только для растушевывания. При этом минус нет зеркала, поэтому буду использовать зеркало от палетки Тарталет. И удобно, более удобно, намного более удобно, уменьшно контролировать нос. Потому что здесь уже более острое вот это вот основание. Им удобно проводить линии. Также стоит отметить, что на самом деле данный продукт, он более кремовый. Именно по текстуре своей. Даже вот сейчас, наверное, на видео, мне кажется, с этой стороны, с этим эффектом контурирования он более заметен. За счет, наверное, оттенка, за счет этой текстуры. Теперь закончим наш макияж с помощью пудры и румян. И далее будем оценивать именно результат. Что хотелось бы сказать прежде всего? Я буду подсматривать в зеркало, мне потому что так более удобно. Разница между двумя половинками лица для меня сейчас не настолько очевидна. Чтобы сказать, там, один продукт совсем плохой, другой он работает просто супер, берите его. Вот. Но сразу хочу сказать, мне кажется, что на этой стороне явно теплее. Я думаю, что вы на камере это тоже видите. Все-таки тень, она менее натуральная, чем на этой стороне тень от продукта от Maybelline. Я это говорила, когда наносила, что оттенок мне больше нравится у Maybelline. Конкретно к моему оттенку кожи подходит Maybelline больше. Мне он нравится, он более натурально смотрится. Второй аспект нанесения. По удобству нанесения есть нюансы и там, и там. То есть в одном продукте он более пудровый, он более сухой, другой продукт более кремовый, более легко расходится, разносится, его легче растушевать. С одной стороны у вас есть палетка, в которой у вас есть зеркало, которое вы можете использовать. С другой стороны он более компактный, у него изначально более ровный срез, который помогает вам сделать четкие линии, что помогает вам в контурировании того же самого носа. Как я вам и показала, мне удобнее реально использовать стик-контур за счет того, что у него ровный срез. Я наношу в несколько буквально мазков его на лицо, далее я растушевываю либо пальчиками, либо кистью. Я использую также Bath & Brush от Real Techniques для растушевывания, когда делаю обычный макияж. И в общем-то он у меня прекрасно расходится по тональной основе, никаких пятен не дает. Как я и показала сейчас, дает очень натуральную тень. Следующий аспект, цена. Контур от Maybelline стоит практически в два раза дешевле, чем продукт палетка от L'Oreal. Я считаю, что я лично переплатила, конечно, за L'Oreal. И если бы я выбирала, если бы я знала, что потом я куплю Maybelline, наверное, я бы не брала палетку от L'Oreal. Но у нее все-таки есть плюсы, она действительно в очень хорошем оформлении, у нее очень хорошая пластика, с которой она сделана. Там больше продукта на 3 грамма, напомню, в стике у нас 7 грамм, в палетке у нас 10 грамм. Также, если вам принципиально зеркало в палетке, то также оно там присутствует, и это, безусловно, бонус, за что мы, конечно же, тоже доплачиваем. И также там есть инструкция, в которой по всем типам лица указано, как вам лучше контурировать лицо, куда наносить темный оттенок, куда наносить светлый оттенок. Это тоже плюс. Подводим итоги моего сегодняшнего сравнения, какие есть плюсы и минусы у того и другого продукта палетка от L'Oreal. Прежде всего, если вам нравится именно формат палетки, вот такой вот плоский, вам более удобно класть его в косметичку, то, конечно, да, это будет для вас более удобный вариант. Также, помимо этого, здесь добротная, хорошая упаковка, это тоже можно считать плюсом, достаточно стильно выглядит. Более того, здесь есть зеркало, это тоже однозначно плюс к этой палетке. Также здесь есть инструкция, которая вам поможет правильно нанести продукт. Минусы данного продукта, мне кажется, это все-таки более рыжий оттенок, нежели в Maybelline. Мне, конечно, меньше этот оттенок нравится, мне кажется, он меньшему количеству девушек подойдет. И если вы девушка светлокожая, однозначно я бы на вашем месте очень хорошо потестировала, попробовала нанести на лицо, как он будет давать тень именно на вашем лице, будет ли это смотреться натурально. Текстура тут уже на любителя, если вам нравятся более сухие продукты, то выбирайте также L'Oreal. Если вам нравится именно кремовое жирное контурирование, то здесь, естественно, вы можете выбрать, наверное, с большей вероятностью Maybelline. Что касается продукта от Maybelline и его однозначных плюсов. Прежде всего, эта цена, он в два раза дешевле, чем палетка от L'Oreal. Также здесь удобный формат стика, здесь ровная граница между светлым и темным оттенком, за счет этого вы легко сможете сделать то же самое контурирование носа, что я вам и показывала. Также мне кажется здесь именно вот, мне лично удобнее наносить из стика продукт, нежели наносить из палетки. Но тут дело вкуса. Следующий аспект. Здесь более крутой оттенок. Мне кажется, это самое главное, что здесь более натуральный, более холодный оттенок. Он подойдет светлокожим девушкам, то есть я уже наносила именно своей подруге на лицо, делала ей макияж именно с этим стиком. И данная тень с помощью этого контура смотрелась очень натурально на ее лице, хотя у нее кожа действительно очень светлая. Из относительных минусов данного продукта, мне кажется, он более дешево оформлен, но, собственно, он стоит в два раза дешевле. И также здесь нет зеркала, то есть вам нужно будет использовать какую-то палетку или какие-то дополнительные приспособления для того, чтобы нанести данный продукт. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, мое видео для вас будет полезным при выборе вашего продукта для контурирования, для скульптурирования. Надеюсь, что в мире новинок, бюджетных продуктов для вас все стало немного более яснее. И сегодня, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно находите меня в социальных сетях, в Инстаграм, ВКонтакте, все ссылки я оставляю в инфобоксе. Также обязательно ответьте мне в комментариях, какой из продуктов вам показался более подходящим для скульптурирования, какой продукт вы для себя выбираете, или вы уже выбрали, или вы знаете какой-то более классный скульптор, корректор, хайлайтер из бюджетного сегмента, который вы можете посоветовать мне. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео, пока-пока!